Свою сотовую связь жительница Абакана Юлия обычно ловит у окна. Еще и руку нужно поднять повыше. Девушка жалуется, зачастую дозвониться для нее – настоящая задача. В данный момент у меня телефон показывает всего одно деление. Связи очень часто нет. Иногда приходится ходить по квартире, чтобы позвонить родителям. Мужу позвонить на работу проблематично, потому что зачастую либо он недоступен, либо у меня одна-две антеннки. То, что связь порой, мягко говоря, не очень, признают и сами. Компания-операторы, основная причина здесь, говорят, отсутствие нужного количества сотовых вышек. Очевидно, решать вопрос здесь должны в том числе и власти, ведь кто как не муниципалитеты выделяют землю под строительство этих самых конструкций. И не секрет, что чиновники не всегда охотно идут здесь навстречу. Впрочем, речь сейчас о другом. Федеральное министерство связи в надежде создать карту качества сетей запустило мобильное приложение, которое так и называется – «Качество связи». Примечательно, что работает оно пока исключительно с системой Android. В фоновом режиме программа раз, обычно в пять минут, это тоже настройка задается, выходит также на связь, определяет координаты пользователя, измеряет уровень сигнала сотовой сети. В республике курирует программу IT-отдел правительства. По мнению специалистов, затея эта вполне интересная. По предварительной оценке, 30% территории республики испытывает дефицит мобильной связи. Электронная карта, размещенная на сайте Минсвязи России, позволит наглядно увидеть, какой район республики лучше охвачен тем или иным оператором, а где еще есть белые пятна. Впрочем, все это пока в перспективе. Количество пользователей по всей России порядка 50 тысяч всего оценивается. Поэтому, чем больше у нас будет участников, тем больше подробная карта покрытия по качеству связи будет по республике Хакасия. Ну и, соответственно, тем более качественную картинку мы будем иметь. Иными словами, сейчас все зависит от активности самих абонентов. Разумеется, карта не поможет застроить всю республику сотовыми вышками. Уж точно выбор оператора станет несколько легче. Константин Кравцов, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия.